Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси, сегодня хотел бы показать вам сборку прицелов специально на новый год, в подарок вам за то, что вы меня смотрите, я это очень ценю и желаю вам счастья, здоровья и успеха в жизни. Итак, посмотрим, что же это за инсталлятор, тут есть две кнопочки музыка, я ее отключил, чтобы ютуб меня не забанил и кнопка, которая ведет на мой канал на ютубе, нажимаем далее, соглашаемся с правилами, их никогда никто не читает, даже я, тут нужно правильно указать путь к игре, иначе у вас ничего не установится, это очень важно. И нажимаем далее, вы можете видеть, что к каждому прицелу тут прилагается скриншот, чтобы вы могли сразу же посмотреть, как выглядит прицел и выбрать себе подходящий. В принципе, друзья, вы можете уже выбрать себе подходящий прицел по скриншоту, это очень удобно, потому что не нужно каждый раз смотреть видео, выбрали по картинке себе то, что нужно и играете, а потом вам надоело с этим прицелом играть и поставили другой, попробовали. Выбор тут огромен, прицелы есть и простые, и навороченные, в общем, на любой вкус, я советую посмотреть вам полностью это видео, я с каждым прицелом поиграл понемногу и рассказал свое мнение о них, и к тому же в бою более лучше видно, как выглядят эти прицелы. Также стоит упомянуть, что тут есть еще мод углы горизонтальной наводки для ПТ-САУ и арты, тоже очень удобно, и есть 16-ти кратный зум и 30-ти кратный, если вам нужно. Ну и на этом все, дальше я буду рассказывать о каждом прицеле отдельно, если хотите, можете посмотреть, все-таки тоже старался, и желаю вам успехов, друзья, надеюсь, вы хорошо проведете этот праздник, удачи вам! Итак, первый прицел это прицел Кирилла Орешкина, довольно старый прицел, когда-то я им сам пользовался, и в целом он очень хороший, мне лично нравится, правда я с ним уже не играю, но в свое время с ним довольно много боев провел, и могу сказать, что прицел просто отличный, с одной стороны он удобный, с другой же довольно красивый. Вы можете видеть, что довольно необычная анимация у этого прицела, крутится вот это колесико, и с одной стороны может показаться, что это совершенно неудобно, типа лишняя нагрузка на глаза и отвлекает, но на самом деле это совершенно не так, к этому быстро привыкаешь, и я могу сказать, что такая анимация, она со временем только радует. И в общем прицел зачетный, всем советую, 5 с плюсом, это однозначно. Дальше идет прицел от вспышки, он в принципе довольно простой, в нем минимум всяких деталей, и это только плюс, потому что ничего не отвлекает от боя, можно сосредоточиться на главном, на том, чтобы выцеливать противников, и есть самая полезная информация. Хотя, конечно, любители интересного дизайна вряд ли оценят этот прицел, и мне не нравится то, что круг сведения и перекрестия слишком стандартные. Ну а так, в целом, прицел довольно хороший, и с ним можно показывать отличные результаты. Дальше идет супер информативный прицел, выглядит он просто сногсшибательно, в нем множество разных деталей, и в целом прицел, конечно, просто шикарный по виду. Но, конечно, он будет отталкивать игроков, которые любят простоту. Но, лично, я считаю, что, несмотря на очень красивую анимацию и множество разных деталей, прицел вполне удобный, и с ним можно показывать хорошие результаты. Хотя, лично, я с ним не играл, но вот так вот мне кажется. И, в целом, прицел, конечно, сделан на очень высоком уровне, видно, что профессионалы его делали. Если вас не отталкивает то, что этот прицел очень навороченный, то смело его ставьте. Возможно, он вам понравится, и вы будете постоянно с ним играть. Еще раз хочу отметить, что анимация тут просто суперская. Стоит отдать должное разработчикам этого прицела. Сделан он очень круто. Дальше идет прицел в стиле Battlefield. Выглядит он, в принципе, неплохо. Может быть, кому-то очень понравится. Но, лично, мне он не сильно понравился. Вот эта вот цель в центре экрана, мне кажется, она немного мешает стрелять в аркадном режиме. Хотя, может быть, мне кажется. Ну, можно с помощью этого прицела выцеливать слабые места. Несмотря на то, что он довольно навороченный. Но считаю, что не всем он понравится. Но, наверняка, кому-нибудь точно он придется по вкусу. Дальше идет прицел Overcross. Выглядит он просто отпадно. Мне лично очень нравится. Хотя, конечно, в нем есть кое-какие детали новые. Но, лично, мне кажется, что они не отвлекают. А, наоборот, придают этому прицелу шарма. И не мешают стрелять, конечно же. Я поиграл несколько боев с этим прицелом. И могу сказать, что он очень удобный. И анимация довольно красивая. И мне кажется, что игрокам, которые любят и красивый дизайн, и удобство, этот прицел таким людям понравится. Оставлю этому прицелу 5 с плюсом. Явно, конечно, он стоит того, чтобы попробовать поиграть с ним. Я видел много прицелов Бирюза. Есть и навороченные варианты, и, наоборот, простые. Но этот прицел самый крутой из этой серии. В нем множество разных деталей. Прицел имеет хорошую анимацию. Сделан довольно качественно. И при этом всем с ним очень комфортно играть, целиться. И все вот эти детали, они особо не отвлекают. А, наоборот, показывают интересную и полезную информацию. Например, таймер перезарядки очень хорошо заметен. А в аркадном режиме он сделан просто отлично. В целом, прицел очень хороший. Мне лично понравился. Несмотря на то, что в нем есть множество деталей красивых. Это все не отвлекает и, наоборот, помогает в игре. Дальше идет синий прицел. И этим все сказано. Прицел для любителей синего цвета. В принципе, синий цвет хорошо выделяется на многих картах. И с помощью него можно отлично выцеливать противников. Но есть один недостаток, который лично мне не понравился. Это то, что в снайперском режиме вот эта вот цель. Она слишком такая толстая. Заметная и, мне кажется, она отвлекает. Хотя, возможно, это просто с непривычки. В целом, прицел нормальный. В игре World of Tanks очень много игроков, которые любят историчность. И наверняка отключают весь интерфейс, включая мини-карту. Но по-другому я не могу объяснить, почему многие игроки совершенно не видят, что происходит вокруг. И, конечно, я шучу. Вот вам настоящий исторический прицел. С ним вы сможете почувствовать себя внутри настоящего танка. Прицел сделан очень качественно. В нем есть даже неплохая анимация. Мне, например, нравится, как заряжается снаряд. В принципе, прицел имеет множество разнообразных настроек. Можно сделать там несколько вариантов. Там прицелы США, СССР есть, Германии. В общем, если вы хотите более погрузиться в игру, то, возможно, этот прицел ваш выбор. Наверняка все помнят старый фильм «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. Мне лично этот фильм понравился. И я помню, как у «Хищника» была такая интересная пушка с довольно прикольным сведением. И кто-то решил, что можно перенести это сведение в игру и сделать подобный прицел. В принципе, выглядит очень даже прикольно. Особенно мне понравилась анимация, когда вы наводите на противника, прямо как в фильме. Но, конечно, есть и недостатки у этого прицела. Честно говоря, с этим прицелом не очень удобно целиться. Да и эти всякие знаки немного отвлекают. И таймер перезарядки плохо видно. Но, в целом, это небольшие недостатки, учитывая, что вы можете почувствовать себя «Хищником». Дальше идет белый прицел. Выглядит, в принципе, неплохо, хотя не хватает ему дополнительной информации. Да и дизайн слишком простой. Это, по моему мнению, таймер перезарядки слишком маленький. Его плохо видно. Он где-то там внизу расположился. И мне кажется, это неудобно. И также, когда вы перезаряжаетесь, написано по-английски «Fire», то есть можно стрелять. И, в целом, прицел сам по себе позволяет неплохо выцеливать противников, потому что он довольно заметен. Ну, по крайней мере, на большинстве карт. Ну, на зимних, может быть, конечно, он не очень хорошо заметен. Ну, а так, в целом, нормально. Также мне понравился круг сведения. Но все же прицел, по моему мнению, ну, лично для меня не самый лучший. Хотя, возможно, кому-то он очень понравится. Дальше идет прицел, который показывает бронированность танка. При этом не пишутся цифры, а пишется, что броня тонкая или толстая. И при этом, если броня пробивается, то выделяется вот эта полоска зеленым. Если толстая, то красным. В целом, это очень удобно, особенно для новичков, которые не знают еще, куда пробиваются все танки. Можно просто наводить на разные места и где-то выбирать то место, куда легче всего пробить. Прицел сделан в стандартном стиле, но это, наверное, даже плюс, потому что нет какой-то отвлекающей информации. Есть только самое нужное. И, в целом, прицел, ну, по мне, так неплохой. Хотя, конечно, его стандартность мне лично не нравится. Следующий у нас довольно странный прицел под названием Трезубец. Выглядит он довольно странно. И, мне кажется, этот прицел на любителя. Может быть, конечно, кому-то он понравится. Из плюсов можно отметить, что у него есть интересная анимация. Особенно мне нравится, когда заканчивается перезарядка. И, в целом, конечно, сделан прицел, ну, неплохо, скажем так. Хотя, конечно, у него много всяких отвлекающих деталей, которые не всем понравятся. Таймер перезарядки, в принципе, неплохо сделан, учитывая, что есть еще и анимация, которая показывает, что вы перезарядились. Итак, друзья, и последний на сегодня прицел под названием прицела Джимбо. Он довольно известный. Многие скиллованные игроки им пользуются. Хоть и у прицела есть кое-какие недостатки. Например, вот эта полоска прочности и перезарядки довольно большая. Но при этом она выглядит очень круто. Но к ней быстро привыкаешь. И, в целом, прицел позволяет очень даже хорошо дамаж. Я считаю его одним из лучших, по крайней мере, теми, которые я пользовался. И на этом все, дорогие друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь, данное видео и сборка прицелов вам понравились. Пишите в комментарии, хотите ли вы увидеть сборку ангаров. Можно ее замутить. И, надеюсь, у вас все будет хорошо в этом году и в следующем. Желаю вам хорошо провести этот чудесный праздник. С наступающим вас Новым Годом. Удачи, друзья, вам счастья и здоровья. Пока.